МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 По-нашелар за фронтовали, кирзем дратны. Палах, кирзем, салтыксеневали. Кириксем тумагайны. Ну, вуырсем. Конда полны, вуырсем. Менгзин дезен бурестенленде, шаг чиргю, не сыхламашкин, яны болны. Вот, вора, ураскелек вернчей, чималданахин де. Меня зовут Ялзиня, живьеринча Бужярзаяна. Ялзиня, живьеринча Бужярзаяна, живьеринча Бужярзаяна. Ялзиня, живьеринча Бужярзаяна, живьеринча Бужярзаяна. Ялзиня, живьеринча Бужярзаяна. Ялзиня, живьеринча Бужярзаяна, живьеринча Бужярзаяна. отмыл тилден кана таны бадан киева тренды халь пин деды хоржер а вешемы шоу да шаг и охверка ялебе ураскел келли пырле-пырдерсы ураскел келли был задрадын де ну офферке ялебов пузык рах нумай пузык к истанбулсланды гранина офферкова синьяди болна анчақ бадангаларым шаг чүргүй бренд нәдіргенде тэдэнбэх үтларах ялземінде синьядзе зенінген болзығайны хэй яжы тимуфей болны офферке хушамат болны офферке ялі вара чималдан жақ хелеб шуі бе кайзасын сүлдім енженді жағында ұслам твайки болны ұсламе вара жақ тенегі мен жоғаш полны онын визия ол болны бұл шақ халхи офферке ялінде пузык ұдартытыны шақ ұдара варай офферкін бір өбілі ұдарай сүйрені істілеме пурни әне ол шақындай сұрт сабырайды өндіі пошық ұлап бұл ұлап вот шағындан бұл өндігінде тәді екі кіміш бе бі үшсіміш үйленізем біри тағыт болны деп түк тағы ұлапы Монгонғыңғычын Тондығуң! ұр pigey келі хересі тсаудны вірісла қресіне ходдет пер Чергі нассаә responders бірек проқашандзім чергіндер в рай кёле в улазах хересит саутся дугаща. Ча в гадрах чанжа баща. Песня «Воскресенье» 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 Нам любовь, Пасха, Пасха красная. Однокурсник говорит, батюшка, к нам такой приехал человек удивительный. Батюшка с Афона, старец. Что такое старец, что такое Афон? Интересно, там с равными строгими монастыри, самые древние библиотеки. Ну, наверное, там люди такие удивительные, думаю, знают истинную, в чем истина заключается в жизни. Вот мы собрались со студентами и пошли посмотреть на этого человека, на этого священника, приехавшего с Греции, с Афона. Он мне удивительным образом открыл мою всю жизнь. И, само собой, мне как-то Бог положил на душу. Я думаю, людям служить хотелось чем-то добрым. Я не знал, чтобы священником, а он мне и говорит, что вот вы, отцы, вы где, говорит, учитесь нам, студентам? Мы так-то в строительном факультете. О, хорошо, говорит, когда будете отцами, вам это очень понадобится. Какими мы отцами будем? Конечно, отцами своих детей. Ну, так получилось, так сложилось, так Бог устроил, что из пятерых три стало священнослужителями. Вот этот батюшка как бы предрек нам, чтобы вы будете отцами. Вот так вот Бог и устроил. Вот предпоследнего курса я ушел со строительного факультета в Нижнем Новгороде семинария, уже заочно, уже ставшись священником. И я, конечно, хотел учиться бы дальше, ну так, студенту, все. Ну, вот духовный отец, который стал моим духовным отцом, вот этот батюшка, он говорит, все, тебе хватит. Он меня нашел вторую половину, познакомил. Ну, перед уездом, через две недели венчались мы, расписались быстренько, и вот меня только положили. Пришлось заочно потом доучиваться. Ну, не доучиваться, но еще больше как бы. То, что в училище духовном нашем было, ну, я не знаю, как это такое. Мы там жили, как в казармах, и днем, и ночью учились, получается, в духовной жизни. Чтобы я никогда не роптал, что меня батюшка женил, это, мол, не я выбрал. Однажды я попросил одного батюшку подарить мне старинную икону. У него есть много старинных икон. И батюшка мне принес один. Батюшка принес две иконы. Одну старинную, действительно, она была знамени Божьей Матери. Выкрышена не в попад кем-то современной краской, а сама икона очень красивая, старинная. И вторую он принес современную в рамки пластмассовой. Там был Александр Солонский. Вот, говорит, твой святой. И я как-то взял эту икону, смотрю, она поднимается. Там внутри, оказывается, еще одна икона заложена в рамки. А там была мученица Валентина. Ну, и все начали мне, говорят, о, вот это тебе знамение, у тебя будет супруга Валентина. Ой, говорю, мне не нравится это имя. Знакомых было Валентина. Мне, говорю, не нравится она. Вот потом это как-то забылось. И буквально через несколько месяцев вот эта все жизнь полетела. Надо было срочно, срочно. И супруг оказалась Валентиной. И когда рукоположили, меня срочно отправили в старинный храм. Но только что открытый, только что вот буквально. И он тоже не в попад выкрашенный весь, не в попад ремонтированный. Тоже выжимательный знамени. Вот как-то так я принял это все как от руки Божьей. И все, что его рука в нас ведет по жизни. Нельзя роптать никогда, нельзя унывать за Богом. Вот такой храм. Мы в Ядринском районе, в село Ядрину, и там мы два года служили. Потом перевел владыка сюда, в Арнава. Конечно, вот для молодого священника этот перевод всегда очень трудно. Там мы только с народом жили. Там был дом в пяти или четырех километрах от храма. И мы ходили на службу. И вся улица, на которой мы жили, за два года стала ходить в этот храм. Там даже жил партийный деятель Ядринского района. Прямо был соседом. И он начал ходить в храм. А все с семьей. Так жили дружно. И вдруг раз все бросать. Это было, конечно... Но владыка у нас строгий. Вот. И вот он мне строго. Ты должен, обязан. И пришлось... Ну, нас поддерживают до сих пор связь с тем храмом. До сих пор, сколько лет уж иногда приезжают оттуда. У Раскильтре Богородицкий храм не пиндещи чершить мезакаром шелда, уж нищен джен калаган документ пор. И кем из чергеве пиндец загрожер в уникем шелда Губалана. Он на фундаменте кирби-чрембулна, чуртнени вишрандуна. По ингигу нченешлеген чергю журтне пиндец загрожер тегровон билет мезакар Губалам адыдена. Наш храм, сегодня действующий храм, освящен в 1902 году. Праздник на Рождество. Есть запись в архивах, при стечении большого количества народа. Но этот, стоит отметить, что этот храм третий на этой земле. Первый был построен за оврагом, здесь недалеко, но сгорел после пугачевских восстаний. Даже сгорел после этих всех восстаний, ударомолнии. Второй храм был деревянный и построен он. Там есть часовня, если вы видели ее на территории. Это был алтарь второй церкви. Ураскиль чергию бейщих на перхалаппор. Элик, едерни рейню лады рака яганчулба, каторжник сенеэльзи журене. Ураскиль трея чернзак ан малый вырым был на. Унда, а юбакен нежепыржин Кузьма стараста бабалаш сагайна. Лешавара старастана, ащта, мул, пыдарный жинчангалзаба машандарна. Хураваш Кузьман джергюю дозащау каторжникан из челых есеней, келеву лазака жартармала был на. И он построил такой храм. За короткое время, буквально лет за восемь выстроен был. В архивах имеются данные, переписки Нижегородской консистории управления духовно. Он тогда, который сначала запрещал строить большой храм, вот такой каменный, якобы ссылаясь на то, что у вас не хватит средств. И люди, собрав с каждого двора по рублю, это все есть в архиве, значит, показали эти деньги, что есть у нас большие деньги, что построить и консистория разрешила. И храм строили тоже нижегородские подрядчики. Но, видимо, в то время тоже был какой-то такой тендер, кто выиграет. Там и разрешено было, наверное, так. Нижегородские артели, иконостас управляли строительством храма. И были несколько мастерских кузнечных. Все в архивах есть. Выстроен был храм, еще раз говорю, за восемь лет. Интересно, подвозили глину из Маргаурского района, из карьеры, на подвозках. В то время, представляете, сколько даже подвозков. И делали кирпич здесь же. Прямо здесь же, в Овраге, есть четыре больших фундамента печей. За такое короткое время мы вот как-то с головой посчитали примерно стоимость храма. Но оказалось, что альковский бюджет нужен на несколько лет весь забирать, чтобы это все осуществить снова. То есть в то время были все-таки народ вот такой тлоченый. Или же все-таки имеется место вот этому быть. Это легенде, что Сарас нашел клад. Наш храм осветил вот этот 1902 году Михаил Самсонов, священник Путырей. Он святой, канонизированный Святой Церковью, как новомученный исповедник российский. Во времена гонения, в 1937 году, по-моему, его репрессировали. В престарелом возрасте, 80 лет был, дедушке 80 лет, батюшке, он уже не служил. Попросил его архиерея снова служить, потому что не было священников. И он согласился снова на этот крестный ход, и его репрессировали. Такая вот история, что его сын крестный, сын крестный сын, милиционером, будучи немучестковым, написал на него донос. Якова не участвовал в выборах, не участвовал, не платил налоги. А говорят, вот история-то сохраняется в преданиях, что сын хотел, крестный сын, хотел у него попросить золотой крест, золотые часы наградные, которые тогда за отличную учебу в семинарии были ему дарованы. Такое предание, что я говорю тебе, сейчас это отдам, а крест не могу. Ну вот он тогда написал донос. Конечно, донос был ложным. В архиве есть и документы, свидетельствия, что он все-таки платил налоги и участвовал в выборах. Но тогда была резолюция такая сверху спущенная, что надо столько-то батюшек, столько-то верующих, столько-то это репрессировать. За тот, за тот, за тот план. И он попал под этот план, и его на 10 лет сослали в АлатР. Он там через три года, если не спрашивать, три года, по-моему, он там придержался и умер. Вот его могила неизвестно где, но мы его почитаем, он как раскильдинским святым, потому что все-таки он был здесь, осветил этот храм, и отсюда пошел на свои окрестные страдания в престарелом возрасте. Там у нас 23 января, по-моему, его праздник, приезжает много священников, верующих, именно почтить. Он служил также в Красночитаях, и там, конечно, почитают, но мы его считаем своим раскильдинским покровителем святым. Храм старинно сохранились, старинные фрески, люди здесь очень верующие, поэтому храм и не закрывался, поэтому храм и Бог сохранил, потому что люди просили, видимо, молились. Вот. Сохранились старинные иконы. Вот эта вот икона удивительная, она была найдена на пруду, на мостике всех скорбящих радости. Удивительным образом сохранилась верующая, когда разбирали этот мост, вернее, люди разбирали этот мост, а на обратной стороне оказалась икона, принесли в храм. Ну, икона у нас старинная, вот, Целитель Пантелеймона, например, сама осветлилась. Вот она была вся темная, уже была, так сказать, в складу. Ну, мне что-то захотелось, чтобы что-то старинное, пускай черное, но было в нашем храме. Мы ее как отпылили, протерли, поставили, и вдруг чудо, вот за несколько буквально месяцев, она вдруг сама осветилась и стала вполне свежей иконой. Такое чудо у нас еще было с другой иконой. Пророк Ильи и апостол Павла. Бабушки всю жизнь думали, что это Петр и Павел, там ничего не было видно. И они думали, что это Петр и Павел, Петр и Павел. А когда она осветилась, мы прочли надпись, что это, оказывается, пророк Илья и апостол Павел. А бабушка, которая вот по 30, по 40 лет в храме, вот у нас, они даже этого не знали. Потому что она давно была, уже темной. Видимо, люди приходят к Богу, и иконы тоже просветляются, раз они становятся нужны людям. Когда я пришел, было много дел строительных. Вроде не до школы, вроде преподавателей не было. Преподаватели-то были далеки от веры. Сам я все не успевал физически, потому что в воскресенье много служб, крещений. А детей надо только в воскресенье собрать, потом они не имеют возможности. А у него самый занятый день воскресенья. Вот вместо меня пробовали мы на кого-то не обученного. Не получалось так. А вдруг-друг сложилось так, что у меня очень много мальчиков ходит в храм. И мы начали что-то привлечь в той же службе. Ну, стал их учить алтарничать. И за несколько лет получилось так, что у меня около 16 алтарников. И на праздник они по очереди, по четверо по очереди служили. Пришлось всем сшить одежды богослужебные. Вот такой вид деятельности. Получилось, что это воскресная школа. Ну, и девочки начали, конечно, за мальчиками подтягиваться. И у нас есть класс, там все парты. Где-то учили пению. Ведь дети, они очень быстро взросли, уходят. Каждый раз это надо делать. Потом было такое время, что я приходил в школу. В школу на открытые уроки. Вот меня приглашали. Как бы вот такого вида деятельности. Мы выезжали с детьми в город на праздники, на какие-то там мероприятия. Вот сейчас снова хотим в этом году возобновить. Старшие дети поколения ушли уже. Даже многие имеют своих уже детей. Детей стало мало в деревнях. Буквально считанное количество в школу-то идут 3-4 человека в первый класс. Ну, как тут воскресная школа-то? Трудно-то открыть-то. А у нас и в районном центре большая школа. Даже наши дети успевают на службу к нам. Причащаются, поведаются, алтарничают. И едут с родителями в центр районный. Там преподают профессиональные воскресные школы. Вот такое было. Но сейчас есть указ, что все-таки снова надо возобновить. Уже по программе обучение. Ну, это, конечно, придется нам осуществлять. Хоть и двое-трое будут, но будем учить. Хоть и двое-трое будут детей. Что ж поделать. Александр Атегаланнадырахмалдангебеданлаштарзанчиргевещурегендзень ижиюсне. Челайшище мизембехкилеще. Тесли хрень, Валерий Сергеев, мы жребете пренджики зене, парлехильзе жюреть. Мы когда-то были в Алатрии, перебют, да, у отца Иранима. Когда мы с семьей зашли к нему, вот есть верующие люди, которые совсем вот тот верующий. Он на нас посмотрел, сказал, выговорить все равно полуверы. То есть полностью посвятить вере. Мы не можем, мы не монахи, и не служим в храме. Поэтому, да, верующая семья. Но вера, она такая, ну, как отец Ираним, наверное, сказал, так будет правильно, Царство Небесное. Вот мы узнали о себе, когда посетили храм именно в Алатрии. Вот Иранимы были. Про нас, про семью. Он сразу посмотрел на нас и сказал, так, да. Вот как полувера получается, потому что посвятить полностью вере. Мы не можем нас. Есть работа и все остальное. Поэтому семья верующая. Так у нас и дети, и внуки все ходят. Вот внучка стихотворение прочитала же. У нас же ходит в воскресную школу. Мы стараемся и детей, и своих внуков, внучек, именно не заставляя. Просто с собой берем. Есть желание у них идти в храм. Тогда они идут. Если нет желания, не пойдут. Ребенка не заставишь идти в храм. Если появится желание у ребенка, то ребенок пойдет в храм, если нравится все это. Так что это все добровольно. Никого нельзя заставлять что-то делать. Из души все это должно идти. И от сознания всего. Сергей Лаврентьев, строитель, был на мае час-часах, чергиве, юзаза, фреска, зене, реставрации, дозаблужать. Я пшак чергиве, ажарана, шурене, кшак чергиве, тенегине, пшак, оттене, замуны, зигине, а дедчик, тенегине, астапи, визживыл, визживыл, келет, мае часы, визживыл, заходи. Карен, шуга западет, чак сувер, сувер, генератора. Карен, вот, ава, анжасын, да, отец Александр, шак чергиве, шлеме, гильчин, irgendwas, шмар, ой, этот, ой, орешире, мышь, создания, манхал, хаман, 7-лет, 4- tan, я, и, и, вот, адчин, бэнес, ме, бэнес, Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, что все. Я не знаю, что я не знаю. И мы посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...